Но вот тем, которые вот сейчас говорят о том, что вот они против референдума, я бы согласился с господином Андреевским, что это намного важнее, чем президентские выборы, что вот они будут бойкотировать, я бы опять же протестировал господина Вархели, который сказал, что мы даже не рассматриваем план Б, что референдум не пройдет. То есть, например, господин Кигу, партия которого подписала пакт о Европе, должен понимать, что если это позиция Евросоюза, и он против позиции Евросоюза, то он в принципе против европейской интеграции, надо либо свою подпись оттуда просить обратно. Там подпись поставил господин Нагачевский. Либо крестик снять. Да, ну да, вот по формату того, что либо ты проевропейский или нет, я думаю, что вот все эти партии, 13 или сколько их, будет лакмусовая бумажка, если они будут делать кампанию за референдум. Если они не делают кампанию за референдум, это понятно, что никакие не проевропейские партии, не надо говорить о том, что вот мы за, но есть какие-то условия. А смысл реализации плана, например, Додона и Шора, программа максимум, это референдум не проходит. Второй тур, потому что я тоже согласен с господином Андреевским, что, скорее всего, президент переизбирается. А второй тур дает хорошие подспорья для выборов 2025 года, показывает, что у народа есть некоторая усталость от партии, которая поддерживает президента и так далее. А программа минимум, чтобы хотя бы делегомизировать референдум, показать, что, например, в Гагаузии никто не проголосовал за референдум, что вот тут же Пренестровье непонятно, как во всех этих отношениях будет участвовать. И новые полюса власти, мы видим, что вот эту программу с подачками из Кремля хотят и в Аргееве устраивать, и показывать, что вот регионы Молдова против, это все кишиневская какая-то тема, которая не интересна никому вне Кишинева. И в этом смысле дать понятие тем же еврочиновникам, что не все так однозначно в молдавском обществе, что есть большие конфликты, и очень форсить эту тему по интеграции Республики Молдова, наверное, не стоит. Вот их замысел по минимальному там блокировать, делегитимизировать и потом дестабилизировать, особенно помня то, о чем нам говорит США, Великобритания и Канада, о том, что они готовятся к массивным протестным акциям после выборов президента.